Погнали! Сейчас я расскажу вам коротенькую историю, как я, человек, не занимающийся вебом, решил попробовать потратить на это дело примерно 2 недели и посмотреть, что получится. Но давайте с самого начала. Чуть меньше года назад на канале появляется ролик, где я в качестве одного из мини-проектов делаю себе веб-сайт. Основной задачей было потратить не больше недели на изучение стека технологий и за это же время сделать как минимум фронт-энд. Кому интересны подробности, вот 18-минутное видео, где я объясняю весь процесс. Ну а если вкратце, то весь фронт-энд был написан на Next.js, это производная от React, а такой мини-фреймворк, в котором было все что надо. Также там был крошечный Node.js сервер, который все что делал, это поднимал сам Next.js, а уже внутри Next.js было реализовано пару фич, вроде интеграции с YouTube API, GitHub'ом и финальная версия выглядела примерно вот так. И где-то неделю назад я решил сделать вторую часть, чтобы этот проект был более-менее закончен. В чем смысл и главный вопрос? Спасибо, что спросили. Я делаю это потому, что это разбавляет обстановку. В одном из постов в телеге, куда вам, кстати, нужно подписаться, я объяснял, вы отдыхаете от привычной рутины и прокачиваетесь в чем-то еще. Итак, есть небезызвестный человек на YouTube, это Эндрос Клинк. Который уже несколько лет пишет свою операционную систему с нуля. У него куча опыта работы в Apple над WebKit и столько же в своих проектах. Цитирую его. Перед тем, как сделать что-то свое, я смотрю в интернете, как это сделали другие люди, чтобы иметь понимание, как это вообще делать. Я с ним полностью солидарен, и первый человек, у которого бы я хотел посмотреть, как он делает что-то связанное с вебом, это Бен Уотт. И смотрите, Клинк с операционкой, Бен крутой веб-программист, о котором я скажу через секунду, и многие другие похожие люди. Следующий ролик, который выйдет на канале, будет как раз таки про современные ресурсы в виде таких вот людей, каналов, блогов, различных статей и тому подобное. То, что вам нужно. Поэтому ставьте лайки, чтобы это случилось быстрее. Спасибо. Итак, Бен. Я давненько за ним слежу, и он в последнее время очень сильно вырос как блогер. Я в нем уверен, как веб-разработчик, и четко понимал, что если я буду делать что-то с вебом, то учиться я буду у него. Говоря конкретнее, у него есть такой вот туториал, который идет 14 часов. Если посмотреть на комментарии, то люди там пишут, что осиливают этот видос за месяц, если реально пытаетесь чему-то научиться, а не в тупую переписывать код. И первой задачей именно тут было знакомство, то есть просто посмотреть на все эти технологии и покопаться в них. У меня уже был небольшой опыт с Next.js и React. TypeScript я его вообще не знаю, но немного знаю JavaScript. И один день из этих семи дней, которые я выделил на бэкэнд, я потратил чистое на изучение JavaScript. За один день невозможно выучить язык, я знаю, но можно с ним лучше познакомиться, а мне это было и нужно. Postgres — это база данных, с которой у меня есть небольшой опыт, потому что пару месяцев назад выходил видос по созданию бота для Телеграма на C++, где я пользовался Postgres, и я прикручивал эту же базу данных к блокчейну, который также писался недавно. Все видики есть на канале и в описании. А вот штуки вроде GraphQL, Apollo, Chakra, Sequelize и так далее я не знал вообще, и несколько часов потратил, просто перемещаясь по тайм-кодам и комментариям, чтобы понять, что это, как, зачем, почему, хотя бы в общих чертах. Ребята, вы должны понимать, Бен — это сильный программист, который придумал VS Code Stories, с которым у него было куча проблем, который говорит на одном языке с Дэном Абрамовым, знает Computer Science, легко проходит всякие MOOC-интервью у Климента, и программирует, по его словам, каждый день большую часть времени этого самого дня. Что это значит? Забегая немного вперед, эти 14 часов — это полноценный огромный курс от сильного разработчика, в котором очень много нюансов и всяких штук, которые работать у вас просто так не будут. Потому что видосу 2 года, веб очень динамичен, везде выходят разные версии технологий, многие вещи становятся деприкейтед, не везде есть миграции со старых на новые версии, поэтому эти 14 часов могут спокойно стать для вас 3-4 месяцами, как, например, для этого чела. Ну, я тем временем начинаю с нуля и нагружаю себя по полной. TypeScript, GraphQL, Apollo, Typeform, React, пусть будет, Next, с этими всеми технологиями, стримы, пока ложишься спать, и пока все это изучаю, наталкиваюсь на Auth, или аутентификация. И я такой, бум, чел. Просто разберись с аутентификацией, потому что это все реально туда поместится, и этот проект, реализация аутентификации — это проект, который, наверное, должен сделать каждый бэкэндер, как каждый CS-ник должен попробовать написать свой фронт-энд-компилятор, как, например, сейчас это делает один из подписчиков телеги. Салют. И где-то в этот момент, спустя пару дней изучения этого текстэка, мы наталкиваемся на этот видос, которому вообще 3 года, но в котором используются все эти технологии, которые я уже пытаюсь изучать, и неважно, что там был React, а не Next.js. Я принципиально не хотел переносить все на React, а хотелось внедрить это именно в свой проект на Next. Если вы сейчас думаете, что можно просто зайти на GitHub, выключить репку, поставить все с пакетча JSON, и нажать yarn start, и все запустится — нет. Примерно 30-40% всего того, что есть тут, — это деприкейтед код, в котором многие вещи делаются по-другому, плюсом у меня еще Next, а не React. Тогда я еще думал, да раз нет, это не будет особо, наверное. Она была огромной, но об этом позже. Я пытался разбираться основательно со всем, что я вижу, без исключения. Где-то за 2 дня я успешно все это собрал, перенес на новые версии технологий, которые там есть, например, Typeform или Apollo. Я не пользовался рядом технологий, которые есть тут, и принципиально для своего же понимания. Пользовался рядом других инструментов, по типу с REST я работал чисто керлом, без постмана, я не пользовался код-генератором GraphQLCLI, а это приличная часть проекта. В общем и целом, пытался учиться и что-то извлечь. И далее вроде круто, все работает, но как это теперь перенести на Next.js? И я просто начинаю с самого начала, на моем же проекте, потому что я уже знаю, как это работает, какие где есть проблемы, и думаю, что это займет недолго. Но, парни, я еще никогда так не ошибался. Во-первых, перенос сайта с JavaScript на TypeScript — это была для меня задача сама по себе. Три часа ушло на то, чтобы это дело все хоть как-то заработало, и чтобы вы понимали, есть два основных ресурса, где вам в интернете отвечают на вопросы, связанные с программированием. Это Stack Overflow и GitHub. Так вот, если ваша проблема решается на Stack Overflow, это хорошо, поверьте мне. Но когда там эта проблема не решается, то вы лазаете по GitHub и натыкаетесь на страшные вещи вроде таких. Когда лид-разработчик Next.js пишет про TypeScript что-то вроде «Ну это пока не работает, делайте по-другому», за что и получает соответственный фидбэк. И вот таких вот моментов, когда ничего не работает, и я не знаю, как это решить, были десятки. Но все же, в какой-то момент бэкета аутентификации был доделан, весь проект был мигрирован на TypeScript, просто потому что я хотел попробовать, и плюсом всякие Typeform изначально идут на TypeScript. Да и в целом я пишу на C++, и мне ближе под уху видеть типы. На этом моменте я занимался всем этим делом где-то 4-5 дней, и у меня оставалось немного времени, чтобы втиснуться в «изучаю веб-дев в течение двух недель», и все шло как-то нормально. Код React был в принципе похож на Next.js, потому что это связанные вещи. Я понимал все больше и больше, и все складывалось в какую-то картинку, и я думал, что вот-вот закончу, задеплой в интернете, и все будет круто. Но я застрял на одном очень интересном моменте, где-то часов на 6, и этот момент был связан с основной фичей Next.js, это SSR или Server-Site Rendering. Server-Site Rendering. Если вдаваться в подробности того, что именно было, то если вы логинитесь на сайт и обновляете страницу, то вас выбрасывает назад. И обновленный токен, который нужен для того, чтобы после обновления страницы вы оставлялись в системе, через этот токен и происходит взаимодействие с GraphQL, не обновляется. Я готов был уже сдаться, потому что я дебажил и понял за эти 6 часов проекта настолько, насколько это было возможно. Думал бросить Next и сделать все на реакте, но я бы чувствовал себя неудовлетворенно, вы понимаете, ждая, чем я, и вряд ли бы показал это тут вам. Но в какой-то момент между 5 и 6 часами утра я замечаю в описании у Бена Next.js версия. Как интересно. Почему я сразу туда не посмотрел, может потому что я идиот, не знаю. В итоге я посмотрел эти 20 минут, которые там были, и по сути это был код с официальных репок Next.js, как поднять Apollo клиент вместе с Next.js. А Бен тут объяснил мне то, о чем я и так уже догадывался, а конкретно то, что Next.js работает не так, как React, и его core фичу с пререндером на сервере, нельзя просто так игнорировать. В итоге в какой-то момент как минимум локально все работало, то есть у меня был frontend на Next.js, backend с аутентификацией JWT с помощью токенов на основе Typeform, GraphQL и Apollo, и Postgres на базе данных. И весь проект был перенесен с JavaScript на TypeScript. Но! Я хотел это дело как-то закончить, а именно развернуть все это не локально, а глобально, и посмотреть, какие проблемы у меня будут там. Сейчас мы берем все это и разворачиваем тут. Я сам пользуюсь SelectTel по нескольким причинам, например, на старте можно использовать самый дешевый конфиг, а потом, если вдруг нагрузка на сайт взросла, то виртуалку можно легко добавить ресурсов. Другими словами, не хватает памяти, клик, минута, хватает. Примерно так. Плюс смотрим. Тут из панели можно взять облачный сервер, это то место, где будет лежать сервер с бэкэндом и фронтэндом, например, и тут же создать кластер с базой данных. То есть у меня получается такая админка, где я могу адменить свой сайт со всех сторон буквально. То есть здесь даже есть DNS-сервер, на котором можно бесплатно хранить домены сайта. В общем, все рядышком. Если тупите, а у меня такое бывает, можно залезть в подробную документацию на сайте и написать в чат, они отвечают за 2 минуты. Итак, конкретно по обычному серваку. Берем Ubuntu, стандартный конфиг железа, и тут, смотрите, есть такая плюшка, как SharedLine. Это дешевые серваки, которые идеально подойдут для личных сайтов, Telegram-ботов или личных VPN. А не давать виртуальную машину можно за 10 рублей в день или за 50 копеек в час. Особенность этой линейки в том, что вы арендуете только долю производительности ядра в 10, 20 или 50%. Дальше публичная сеть, чтобы все вас в интернете нашли. Клик и создаем. Дальше, тут же в панели база данных. Создаем кластер, в котором все так же интуитивно. Я беру Postgres, потому что мне он удобнее всего. Но тут также есть выбор. Дальше также железо под базу данных и всякие фичи вроде количества реплик, если вам нужна отказоустойчивость. Ребята тут берут на себя весь скейлинг, настройку, резервное копирование и так далее. То есть вы просто пользуетесь. И держите в голове то, что если не хватает мощности, кликаете, ждете и ее хватает. То есть на лету меняете конфигу. Не знаю, мне лично это вкатывает. Дальше в самом кластере создаем пользователя и базу данных, которую этого пользователя и добавляем. И снизу мы видим способы подключения, выбираем какой нужно. И даже тут написано, как это сделать подробно. Тест, и мы в интернете. Frontend с Next.js выдергиваем ряда API через стандартный интерфейс Next.js. GetServerSidePraps, плюс backend JWT Атентификация, где мы работаем с Postgres не напрямую, а через Typeform и GraphQL плюс Apollo, что позволяет не писать напрямую SQL код, а работать с данными как объектами. Как именно я закончу эту фичу, найду ее применение, я вам расскажу позже в телеге, подписывайтесь туда. А в общем и целом это просто опыт в вебе, и сделать можно все, что угодно было бы желание. Не пытайтесь сразу смотреть этот или этот туториал, потому что там очень много устраивших вещей, и Бен многое не объясняет, а просто пишет код. Сначала разберитесь с JavaScript, посмотрите на TypeScript, потом посмотрите, что такое JWT и какое отличие от сессий. Дальше посмотрите на экосистему Apollo, GraphQL и Typeform, Next.js или React. Тут точно нужна основа, потому что сходу понять, как они работают, будет сложно. И после этого момента можете начинать разбираться с этим или другим тутором, основанным на этих или похожих технологиях. Всем добра! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok